И снова здравствуйте, друзья! Вы на каналах TheSuperDZ на TCS Games и SuperDZ FIFA И мы продолжаем карьеру за Atletico Madrid в игре FIFA 21 на PlayStation 4 Продолжается большой футбол у нас на наших каналах TheSuperDZ на TCS Games и SuperDZ FIFA И продолжаем мы карьерой за Atletico Madrid и продолжаем мы его матчем против московского локомотива в Лиге Чемпионской Компании И поскольку мы не показываем вам тренировки ввиду влияния на контент, а многие из вас, наверное, писали, что нельзя показывать тренировки Думаю, что это может быть и оправдано Итак, Лига Чемпионов сейчас к вашим услугам А к чьим услугам она будет победной? Мы это узнаем через несколько минут, а пока таблица Лига Чемпионской Компании в групповом этапе Я уже говорил, что 6 очков у Atletico после предыдущего матча с Баварией Они тогда выиграли... Atletico тогда выиграл 4-3 Им предстоит битва с московским локомотивом, между прочим Локомотив идет на третьем месте с тремя очками Бавария на втором месте с теми же тремя очками РБ Зальцбург набрал ни одного очка за весь турнир В группе B Там ситуация намного иная Реал Мадрид 6 очков, 3 у Минфинклабовской Боруссии По одному зачетному очку у Интера и Донецкого Шахтера В группе C Манчестер Сити 6 очков, 4 у Марсельского Олимпийка И они имеют равные шансы перед окончанием группового этапа Реальные шансы, я хочу сказать точнее У Порту 1 очко, у Олимпиакаса 0 У Ливерпуля 6 очков с Аталантой и ни одного Аякса и Мидиоланда Только я хотел заговорить про Аякс Когда мы будем его делать, тут же они 0 очков и набрали Надеюсь, что в матче против Мидиоланда они наберут 3 очка И тогда все может произойти А вот 21 октября и Аталанте предстоит встреча с Ливерпуля В группе Стан Рен 6 очков, 4 у Челси, у Севильи и 3 у Аланья Спора В группе F Лацио 7 очков Клуб Брюди 4, 3 у Ватерфорда И 2 у Баруси и Дортмунд В группе G Барселона 7 очков, Моритима 4, Динамо Киев 3 И Пимонте Кальчо 3 Он же Ювентус, как бы мы называем В наших трансляциях и записях, как бы Но не суть В группе H RB Leipzig 7 очков по 4, 5 4 PSG и ни одного очка у Инстанбул Баршак Шахир А иначе у Мидиполь Баршак Шахир Только они формались в Европу и начали тут же проигрывать 3 матча подряд Остальные команды не сыграли, еще третий тур Вот 21 октября как раз матч Локомотив Атлетику Мадрид Играем мы дома На Ванда Метрополитано Возвращается в состав Коки Который планирует показать себе с хорошей стороны И вот составы команд Локомотива Марината Гильермо в воротах Локомотива капитан команды Чорлука Ирайкович Центр защиты По краям Лысов Игнатьев Краховьяк Баринов, Миранчук, Живоглядов и Камануо в полузащите И Зелуиш в нападении Главный тренер Марко Никулич У Дэнджело Болка следующий состав Облако в воротах у Атлетико Хименес И далее Савич, Лодзи, Санчес Перемидействуют Коти, Сауль, Санчо, Караско И в нападении играет на Бомьянка, Жизу Довольно-таки сильнейший состав У того же, например, Атлетико Судья Пимван, Тильбюрх И вся норвежская Или даже голландская бригада арбитров ему помогает Ну что ж Стадио Метрополитано Как вы видите на графике в Лиге Чемпионской Компании Особенно в серединах Трансляции Они называют Стадио Метрополитано Не Банда Метрополитано Сейчас будет большой бой За следующие три очка Иван Тильбург Выводит команды из-под трибуни И, соответственно У команд будет большие надежды на Третье и даже первое место Напоминаю, Бавария играет Сербе Зальбург в следующую игру А на вашем игре у нас Габриэль Жизус Пять голов В трех последних матчах Лиги Чемпионов Итак, состав запасных У Дэнджело Пок Он чрезвычайно вероятен И в группе запасного ротага Тореро Фелеш, Суарес, Филиппе, Третье и Нисимура Лукас Тореро, судя по нашим заявлениям Не получает игровой практики Хотя мы можем его выпустить Где-то в конце второго тайма Это однозначно И вот Собственно говоря Фотография на память Перед матчем Тоже это делает и Локомотив После Атлетико Мадрид Специальная фотография на память Перед матчем Состав у Локомотива Запасных Локомотива Имеется Коченков в воротах Запасной вратарь Лецов Смолов Эдер Мурини И дальше вы видели Судя по именам Несколько запасных Я думаю вы все их прекрасно знаете Повторяться пока не буду Первый тайм В дождь И начинает Атлетико Мадрид И начинает она первой атакой По воротам Локомотива Хотя она не столь удачная Веранчук Каховьяк Веранчук Слышь Слышь Первый удар в воротам Командуется У него мяч И мяч вводит пау Вот болельщики Атлетико Болельщики Атлетико И соответственно Что они придумают Призвать свою команду Пойти вперед Они тут собственно и делают Но все таки Не получается Так так У Атлетик как бы Нерв натягивается Все туже и туже Потому что У них ты лидерство В чемпионате Не нужно проигрывать И проигрывают Таким первым голом Который мы пропускаем В наши ворота За Луиш Первый гол И соответственно Все становится На свои места Виртуально пока 6 очков За Локомотивом Но не стоит думать Что у нас Разницы забитых И пропущенных больше Смотрите как С разворота Пробил За Луиш Развернулся Пробил Нет шансов Для Аном Вот этот самый Пак Фифа Который мы говорили В предыдущих наших Выпусках Вместо пиджака Игровая форма За Луиш Третий гол В Лиге Чемпионской Компании Вывел вперед Локомотив Ну что Давайте пробовать Долж не испортить Никому настроение Тут же быстрый выход Из оборонного Атаку За Локомотивом Но все успевают Испанские Защитники Ой-ой-ой Это похоже на промок Это очень похоже на промок Хотя Все еще впереди Для Атлетико Погипас на Жизуса Удар хороший И не ожидал Гильерме 1-1 Гильерме Не ожидал Такого удара И все-таки Не стал сейвить Габриэль Жизус Очередной гол В Лиге Чемпионской Компании Причем этот гол Напомню вам Шестой Шестой гол Тем более Ворота Локомотива Но это пока первый Еще не вступал В игру Первый Ирика Мамиян Своими действиями В этой игре В этой игре А вообще Сколько можно Говорить про этот Баг Фифе Про игровую форму А не про Пиджак Тренера Это мы Все-таки Увидим на протяжении Следующих Минут Габриэль Жизус Шесть Мячей В Лиге Чемпионской И еще Счет 2-1 Пользу Атлетико Мадрид И забивает Кто? Правильно Габриэль Жизус Габриэль Жизус В этом турнире Лига Чемпионской Компании Особенно В Пепрокубках Он блистательно Играл из-за Манчестер Сити Когда ему доверяют Войти в состав Миранчук Отбор за Бамиянгом Тут же отбор за Второй подряд За Бамиянгом И Уысо Четвертый номер И Отбирает Великолепный мяч Джейден Санчо Мы не зря переживали Что Джейден Санчо Может Как-то Помочь своей команде Винан Лоди Ушел с фланга Именно с вами Выигрывает борьбу Затев Баринов Миранчук Ой какая ошибка Какая ошибка Но вовремя Подстраховал своих партнеров Барис в Атлетику И Золуиш пробил Мимо Мимо бьет Золуиш И вот из чего Все это получилось 2-1 А сейчас мы с вами Видим желтую карточку Стефана Савича Она первая Между прочим Стефана Савича Первая желтая карточка В Атлетику Но Тем не менее Мяч у нас Савич получает Предупреждение А до первого Остается больше 15 минут Или даже меньше А вот Вбрасывает Локомотив Лысов Веранчук Лысов Паховьяк Дальше Золуиш Брал Под свою Левоопорную ногу Но тут же Получает выход Из оборонного Атаку Атлетику Джейден Санчес Он слайд Такими проходами По флангу Прострел Низа Практически И что творится В штрафном Локомотиве Непонятно Почему Никто не помог Своему Галкиперу И вот игра рукой С стороны Защитника Локомотива И Стефан Савич Будет бить Свободный удар Так Стефан Савич Навес В сторону Жизуса И не очень Хорошо Живоглядов Очень Слуиша Баринов Путепытается Всем видом Напомнить Что он Напрасно Остался Без места В составе Но все-таки Проявляет себя Довольно-таки Уверенно Слыши Упал Не будет штрафного Не будет штрафного Джейден Санчез Мячом По нервни Наверняка Прострел В сторону Караско Удар Неточный Камано Краховьяк Каранчук Каранчук Баринов Зелуиш Просит передачу Но в ответ Получает передачу На Каранчука И какой шедевр Забивает Зелуиш Мы пропускаем И второй гол Зелуиш Явно Чувствует себя Хорошим образом В этом матче И собственно Вы видите Как это все произошло Просил пас Зелуиш И вот получите 2-2 Соответственно 7 очков Набирает Атлетико А вот следующие Скажем так 4 очка Локомотив Зелуиш Четвертый гол В Лиге Чемпионской Компании Но могут его сместить С этой позиции В бомбардирском зачете До перерыва Остается 40 Простите До перерыва Остается Относительно Начало матча До его конца До окончания матча Примерно 45 Плюс 2 Добавленные Минуты Пиман Тильбург Из Голландии Но мы говорим Нидерланды Потому что Нидерланды Отказаются От слова Голландия И мы должны Нидерланды Слово Этой страны Нидерланды Ну что ж Первый тайм Зелуишся Со счетом 2-2 И в первом тайме Пока что Ничья на табло А вы Видите Статистику По Юнику Феррера Караско Прошел на дистанцию 5.4 Км Но может Проявить себя С другой стороны Пока Ничья 2-2 Жезус 12-16 Минуты Зелы 6-43 Минуты Не буду сдерживаться По крайней мере Говорить о статистике Параллельных матчах И вот они Перед вами 2-0 Бавария Зальцбург Шахтер Минкенгладбах 1-1 Манчета Сети Олимпик Марсель 1-1 0-0 Аталант Ливерпуль И Аякс Выигрывает у Мичио Ланда 1-0 В своей группе С Аталантом Ливерпулем Миньдион Ну что ж Статистика Ожидаем ее появление На экране 2-2 По забитым мячам 5-6 По ударам 3-3 По ударам Створ 32 на 68 Владение Мячом 7-3 По Отбору мяча 1-1 По нарушениям 1-0 По желтым карточкам Ни одной Красной И пока мы не увидели Жетких повреждений Литран Ни одного Афсайда Мы даже не увидели Ни одного углового Кстати Точность пасов У Атлетико И у Локомотива 63 на 87 Точность ударов 60 на 50 У Атлетико И Локомотива Соответственно Главный судей Пим Ван Тильбург Дает свисток Свои часы И начинается Второй тайм И начинает его Локомотив Москва А вспомните Были времена Когда Локомотив Удачно сыграл Лиги Чемпионов При Том же Юрий Павлович Семине Вспоминая его Можно сказать Что Были такие Злеты Футбола Это Сенников И Измайлов Все 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 Включая Овчинникова Сергея Ивановича Который нынче Не работает ЦСКА И вот Хороший гол Со стороны Атлетико Пьерамерико Бамиян Заговорил О себе В этом матче И разрыв Увеличивается В итоге 9 очков Локомотив Проигрывает Уже Очередной матч Ну и вот Собственно Что вы Из этого Видите Я думаю Вы прекрасно Видите Соответственно УРБ Зальцбурга 0 У Баварии 6 Локомотива 3 Локомотив Пока после Третьего Тура Может Временно Оказаться В Лиге Европы Пьерамерико Бамиян Первый Гол В Лиге Чемпионов Ну что ж Все как говорится Анатольникова Сделано В самом быстром Забитом мяче Во втором тайме У Сельте С Атлетико Мадридом Следующая встреча У испанской Сельте Есть шанс Ветти зоны вылета Пока не на 20 месте И они не очень уверенно Себя чувствуют В этом чемпионате Испании Но может быть Они выберутся Из этого положения Назначить другого тренера А мы видим Что Ой-ой-ой Едва не случился Автогол У Локомотива Пытались они Спросить мяч Но едва не случился Автогол Сауль Решили пробить Играя через Затаря Гранчук И Звисток Звисток В пользу Локомотива Между прочим А свободный Дарпровед Джереш Криховья По-прежнему Счет 3-2 Не меняется Счет после 57-й минуты Дарпровед Готовит Навес Санчо Нет Неточного паса Не получится Коти Подозвучим Навес В сторону Абамиянга И не очень Уверенный навес Чорлока Все Это покушил И так До перерыва Остается Больше 25-ти минут И соответственно Мы видим Что Удар Караску Неточный был Получил Несколько Касаний Мяча И в итоге Что называется Пробил в руки Гильерна Жизус Нет Все-таки Човыто Достойно Себя Повел В защите Живоглядов Это не очень Хороший перевод На Почем Положный Фланг Локомотив Готовит замену Дмитрий Репчинский Вместо Дмитрия Живоглядова Не проявил себя Дмитрий Живоглядов На этой позиции Но пожимает Дмитрий Марко Николич Как правит Репчинский Зоиш Какая ошибка Удар Мог Повести Могло Повести Иначе Но Все-таки Это не случилось Тем временем Керен Трипер Выходит на поле Для того Чтобы усилить Тигру В обороне Заменяя Ренан Луди Итак 3-7 По ударам Больше всего ударов У Зоуиша Надо это как-то Исправлять Итак До прерыва Остается меньше 15 минут Пьер Америка Бамиян Уходит от Райковича Но все-таки Этого не показало Никакого эффекта Сауль Чернука Баринов Лысов Локомотивы По крайней мере Уверена Получается Но не получается Забивать Третья Сейчас мы Увидим Лысов Пытается Подхватить Напомнить Всем Что Может Побыть В Лиге Европы Но Вот Здесь Баринов Может Должен Подхватить Какая Атака Должна У Атлетико Но Нет Игры Жизус Удар Гол 4-2 4-2 4-2 И Собственно Увеличивает Преимущество Атлетико Мадрид И Соответственным Образом Напоминает Что еще Рано Списывается Чистоп Атлетико И вот Что из этого Получилось Я думаю Вы сами Видели Какой удар Посмотрите Никто Даже не Сейвил Ни Гилермо Ни Кто Ни Ни До следующего Выпуска 4-2 Надо Сказать Что Постепенно Постепенно Все движется К логическому Завершению Для Локомотива В этой Лиге Чемпионов Санчес Противопаринов Который Смячом Миранчук Вовремя Ловит Мячоба Куховек Миранчук Включом Не Не Очень Был Атака Хотя Локомотив Мог Завить В такой Ситуации Но Миранчук Слишком Сильно Слишком 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 Вместо Габриэля Жезусова великолепно провел цех отрезок и Антон Миранчук вместо него уходит Эддер. Чем поможет Эддер в последние четыре минуты? Пока у нас Караска борется за мяч впереди. Лучинский, Криховек. Черлука. Криховек. Баринов. Спасти. И правильно сделал защитник Атлетико. И нет ни игры. Жоу Фелиш. Хотел сказать Жезус. Удар и гол. 5-2. Пим Бандильбург добавляет 3 минуты. К основному времени второго тайма. Жоу Фелиш забивает пятый гол ворота Логомотива. Как великолепен Жоу Фелиш. Давайте еще для убийства времени сделаем еще одну замену. Но поскольку Джерин Санчо у нас еще не устал. Давайте... Лукаса Торейру на позицию... Или Сауля можем поменять. Лукаса Торейру... На позицию правого центрального полузащитника. Ну что же... Замена у нас больше не останется. У нас замен больше не останется. Поскольку Лукаса Торейра может помочь в полузащите в плане обороны. Так-то он называется опорником Лукаса Торейра. Но мы дадим ему время для убийства нескольких секунд. Жоу Фелиш первый гол в Лиге чемпионской кампании. Сауля уходит с поля. Великолепно провел отрезок. И Лукаса Торейра уходит на поле. Для убийства... Минуты тридцати. Минуты тридцати, скажем так. Ну что же. Показал Лукаса Торейра. Изволился. На поле. И все! Атлетико Мадрид выигрывает с Аширом 5-2. Героем встречи становится Габриэль Жизус. Четыре попытки, три забитых мяча. Ну что же, нас с вами ждет матч против Сельд��виго. В Ла Лиге Сантандерно. Сначала давайте посмотрим таблицу чемпионата, которая вам будет интересна. Итак, Севилья. 19 очков, 18 у Атлетико. И они имеют реальные шансы взять еще три очка. Смотрите, какой график. Севилья играет, кстати, с гранатой. Лидер чемпионат играет с гранатой. А обладатель второго места играет с Эльте Вигу. Бывшим клубом Федора Смолова, кстати. Реал Мадрид. 17-16 у Барселоны. 15 у Граната и Хитафи. У Допардивала 14, у Вилья Реала 13. По 11 очков у Леванта, Реал Бетти, Сатлетик, Бильбао. По 10 у Валенти Реал Соседада. 9 у Реаль Валидолида. 8 у Асасуны и Эйбара. У Уэски 6 очков. Также 6 у Эльчи. 2 очка у Сельдевико и 1 очка у Кадиса. Потихонечку выбирается из зоны вылета Сельдевико. И, соответственно, постепенно-постепенно она будет драться с нами. Но в следующем выпуске карьеры за Атлетико Мадрид вы все это увидите. Ну а на этом я закрываю наш сегодняшний 12 выпуск по карьере за Атлетико Мадрид. Если еще не подписаны на оба канала или SuperTZ на 10X Games и SuperTZ FIFA, поставьте лайк, подпишитесь обязательно, не забывайте нажимать на колокольчик и сделать кнопку подписаться серым цветом. Я расстаюсь на этом с вами, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok